всем привет всех приветствую на канале мистер поделкин в сегодняшнем видео речь пойдет про esp8266 они на данный момент бывают разные вот это esp01 вот этот esp07 а в сегодняшнем видео я вам расскажу как же подружить эти модули с и arduino то есть начать программировать их при помощи arduino и при помощи самой среды arduino и д.е. итак поехали если кто помнит я вот делал такой вот переходник этот переходник специально под макетную плату сегодняшнее видео я вам буду все рассказывать и показывать на примере esp01 но это не значит что это видео не касается esp07 ну и в общем то других модулей из серии esp8266 распиновка у этого модуля выглядит следующим образом вот эта ножка у нас это виси си то есть 33 вольта да этот модуль не на 5 вольт как например arduino nano а на 33 и он потребляет довольно таки большой ток потому для него нужен дополнительный стабилизатор на 33 вольта вот можете купить такой как я показывал или можете сделать вот такой как я сделал вот этот вариант будет дешевле но здесь нужно подыметь паяльником вот это вот ножка это у нас земля то есть jnd то есть вот это и вот это это у нас питание вот эта ножка это rx подключаем ее к tx на нашем юсби юарт преобразователи у нас в качестве преобразователя с юсби на юарт будет вот такой вот модуль ну или же arduino nano на базе чипа ftd ай вот эта ножка это у нас будет tx то есть подключаем к rx на преобразователи вот эта ножка это чип power down то есть перри если здесь будет логический ноль перейдет в режим сна и будет при этом очень мало потреблять вот эта ножка это у нас reset если сюда подать низкий уровень низкий логический уровень то модуль перезагрузится и оставшиеся две ножки вот это jpo2 вот это jpo0 вывод jpo0 отвечает за программирование то есть если на этот вывод подать логический ноль то есть закоротить вот эту ножку на землю и включить модуль то он автоматически перейдет в режим программирования если же этого не сделать то у вас никак не получится если вы для перепрошивки не будете использовать вот такую кнопку как я а например перемычку то не забывайте из jpo0 снимать перемычку потому что модуль не перейдет в обычный режим ну и jpo2 это обычный порт ввода вывода ну и собственно как и jpo0 порты rx и tx принципе может быть обычными цифровыми портами arduino да мое видео будет сегодня в контексте arduino так что я буду сравнивать с этим а теперь самое важное встроенного стабилизатора питания который есть вот в этой микросхеме на arduino nano и вот этой вот микросхеме на переходники с usb на юарт я вам сразу скажу что его не будет хватать для этого модуль этот модуль в пике может потреблять до 300 миллиампер если вы будете питать от arduino nano то есть вот от этой ножки 3 3 вольта то то не удивляйтесь почему вас что-то глючит работает некорректно и не получается то же самое касается этого модуля обязательно esp8266 нужно питать через стабилизатор 5 вольт чисто теоретически может вывести из строя данный модуль но я думаю проверять не стоит ладно хватит тянуть давайте подключим питание через arduino nano ну и посмотрим как ну вот подключил я arduino nano то есть выводы 5 вольт и земля вот здесь земля у нас здесь 5 вольт эти 5 вольт подаются на стабилизатор и со стабилизатора у нас идет на ножку висись но помните что я вам говорил в начале у есть по 8266 неважно этого или вот этого есть ножка чип power down и эту ножку нужно прижать к высокому логическому уровню схема данного подключения выглядит вот так только я пока что не подключал rx и tx подам питание вот видели мигнул синий светодиод вот этот синий светодиод это передача данных от модуля по юарт красный светодиод сигнализирует он личи питания и собственно если не подключать rx и tx модуля к arduino ну или к юсб юарт переходнику то из него никакой пользы не будет но в случае подключения arduino нам нужно закоротить ножку reset и землю между собой то есть прижать ножку reset к земле это нужно для того чтобы микроконтроллер случайно ничего не отправил когда мы будем прошивать наш модуль тут правда есть один такой нюанс если вы будете подключать и sp8266 через arduino то tx arduino мы подключаем к tx модуля rx arduino подключаем к rx модуля если же вы будете подключать через вот такой вот переходник с usb на юарт то здесь должно быть наоборот ttx вот этого вот переходника к rx модулю rx модуля к tx переходника так как arduino это 5 вольтовая логика то нам нужно сделать небольшой преобразователь уровней для ножки rx модуля он состоит из двух резисторов нижний на 2 килоом верхний на 1 килоом резистор на 2 килоом можно создать из двух резисторов на 1 килоом последовательно соединив их если собственно вам не хочется заморачиваться всем вот этим подключением к arduino и стабилизаторами то уже есть готовое решение где все это включено просто подключаем к юсб и собственно прошиваем в китае такие модули как правило вдвое дороже чем обычный модуль sp8266 ссылку я оставлю в описании под видео если хотите можете не заморачиваться и купить уже все готовое абсолютно вся информация по этому видео то есть картинки ссылки статья все будет в описании к к этому видеоролику ну вот и подошла к концу первая часть видео по теме esp8266 во второй части вас ждет самое интересное то есть прошивка и программирование esp8266 очень ему нравится эта кнопка таки норовит испортить если вам это видео понравилось тогда обязательно ставьте ваши пальцы подписывайтесь на мой канал продолжение будет в описании к этому ролику всем пока загадочный хищник так 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 Продолжение следует...